Всем привет, ребята! Сегодня бы хотел поделиться своим опытом и рассказать, как можно использовать DJI Pocket 3 в качестве экшн-камеры. То есть, можно его прикрепить на chest mount, можно прикрепить на голову, то есть, зависит, где вы хотите использовать. Режимы здесь тоже поддерживаются. Здесь есть режим в этой камере такой, как FPV, то есть, стабилизатор будет следовать туда, куда вы следуете. Есть еще такой режим, как wearable mode. Камера будет зафиксирована именно в положении смотреть вперед, и она не будет сбивать гимбал в направлении, если вы там куда-то прыгнули или переместились. Вот. И для того, чтобы осуществить такое занятие, нам потребуется следующее. Нам потребуется, конечно же, Pocket 3. Потом нам надо будет приобрести chest mount. Лучше сразу говорю, приобретайте либо GoPro, либо DJI, потому что они более-менее качественные. У них плотные резинки, у них мягкие подушечки здесь есть. В общем, чтобы камера не прыгала и не дергалась. Вы, конечно, можете приобрести подешевле вариант. Вот такой вот. Он стоит 3 бакса на алиэкспрессе. Но, сами видите, тут как бы резинки шаткие и сам он такой весь легкий, пластмассовый. В общем, его носить можно, но только с камерой экшен. Она потому что легче и не будет так дергаться. И то, даже с ней камера дергается. Ну, не сама камера дергается, а точнее вот этот вот chest mount, он просто плохо сидит на теле. Ну, если вы худощавый, допустим, как я, то мне он не подходит. Если вы поплотнее, то можно, в принципе, пользоваться этим. Ну, и можно еще купить на голову вот такой вот. Одевается. Тут как бы ничего такого нету. Просто одеваете на голову, крепите здесь винтом и все. Настраиваете угол и ходите. Но мы как бы будем акцент делать сейчас на chest mount. И для этого нам потребуется сам chest mount. Стоит он где-то в районе 50 евро. Потом нам потребуется сам адаптер. Адаптер есть дорогой, который от DJI. Он стоит 19 евро. Он из плотного пластика. Здесь внутри прорезиненные штучки, чтобы не царапать камеру. Держится он хорошо, плотно и никаких проблем не возникает. Плюс здесь есть не адаптер, а место для крепления микрофона. И, конечно, есть вот такой вот за 4 бакса. Это с алиэкспресса. Сам он по себе хлипкий. То есть здесь тонкий пластик такой. Но скажу я вам сразу, что вот этот вот адаптер у меня выжил два падения. То есть я катался на горных лыжах с этой камерой и два раза падал. И ничего с этим креплением не случилось. Так что оно отработало верой и правдой. И я его даже не выкинул, а сохранил. Но мы сейчас будем делать акцент на оригинальные адаптеры и крепления. Поэтому будем использовать вот это. Итак, одевается оно очень просто. Берем камеру, открываем, вставляем, закрываем и все. И фиксируем. Так у нас получается вот такой вот девайс. Камеру можно открыть спокойно, без проблем. Так что ничего здесь такого не возникает. Кстати, на этом тоже можно открыть спокойно дисплей и никаких проблем не возникает. Единственное, что если вы одеваете вот эту ниточку, ее надо где-то зафиксировать, иначе будет она болтаться и биться об корпус, создавая шум о микрофоны. Вот. Ну, если вы купили и то, и то, и то, и то. Пойдем тестировать и смотреть, как это все выглядит в реальной жизни. Так. Тест камеры Action 5 Pro против DJI Pocket 3. Первый тест это будет Action 5 Pro в автоматических настройках. Субтитры сделал DimaTorzok Так. Тест камеры DJI Pocket 3 в режиме Horizon Lock. Все в автомате, плюс линза широкого угла. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На самом деле не очень-то получается удобно, потому что все это выглядит довольно вот так вот стрёмно и что-нибудь, да, отвалится. У меня, допустим, после каждого съезда камера просто вот так вот опускается. Неважно, как сильно я закручиваю. В общем, она не для этого. Так что... Да и дорого получается, если с этой камерой что-то случится. Как-то 600 евро, 700 евро сразу в мусорник. Поэтому для экшена все-таки больше подходит вот эта камера, чем Pocket 3. Pocket 3 больше для влога, для каких-то таких съемок, но не для экшена. Хоть и качество здесь на Pocket 3 лучше, чем на экшене. Ну и последний тест опять с третьим Pocket. Мы видим, что иногда бывает, если неправильно настроить гимбал, то он будет показывать вниз или в какую-нибудь другую сторону. Неважно даже, если вы сделаете Horizon Lock, вы все равно можете нечаянно джойстиком там зацепить, он опять клюнет вниз, и мы будем видеть землю вместо того, чтобы смотреть вперед. Вот, поэтому если бы у Pocket 3 был больше угол обзора, тогда эту камеру, в принципе, можно использовать в качестве экшен-камеры, да. У него лучше стабилизация, лучше качество, вот. Поэтому тут как бы с одной стороны камера имеет место существования в качестве экшен-камеры, с другой стороны она более дорогая, более чувствительная, более незащищенная. Поэтому тут как бы выбирать каждому человеку, как с этой камерой обращаться, вот. И поэтому мое мнение такое, что эта камера все-таки более подходит для, скажем, любительской съемки, чем для экшен-камеры.